Привет всем, кто зашел ко мне на канал Соляве. Сегодня мы с вами поговорим об Украине. Я знаю, что многие ждут о Франции. Вы знаете, я недавно ведь побывала во Франции. Совсем коротко, но тем не менее впечатлений много, и им я обязательно с вами буду делиться. Будем, как обычно, сравнивать Россию с Европой. Но по возвращении я решила все-таки начать с одного сюжета, которым я не успела с вами поделиться. До моего отъезда. Разговор пойдет о прошедшей недавно так называемой мирной конференции по Украине. Я пойму вас, если вы скажете, что эта тема уже устарела, они пошумели и забыли. Ничего там особенного не было. Но все равно считаю, что будет интересно. Во-первых, я послушала аналитику Жака Бом. Он говорит порой вещи, о которых другие не говорят. И, во-вторых, что мне очень нравится, он рассматривает любое событие не как точечное нечто, а именно как процесс, что всегда гораздо более глубокий взгляд дает. Мы с вами увидим, до какой степени Запад заигрался в свою риторику, что даже упускает реальные возможности получить именно то, к чему он, казалось бы, стремился. Всеми правдами и неправдами. Во-первых, Шак Бо, что это за человек, чей анализ я сейчас вам приведу, просто тезисно. Я не все буду переводить и пересказывать. Но то, что мне показалось интересным. Это швейцарец, швейцарский аналитик, бывший достаточно высокопоставленный чиновник НАТО, да, бывший, потому что на Западе сейчас только бывшие имеют право правду говорить. Мы к этому уже привыкли. Он работал именно в НАТОвских проектах по Украине в 2014-2015 годах. То есть самое-самое как раз майдановское время. Он эту всю кухню НАТОвскую по украинскому вопросу прекрасно знает изнутри. То, к чему стремились, какие цели ставили и так далее. И с нами этим делится. Я, кстати, неоднократно на него ссылалась в моих предыдущих видео. Дам вам ссылочки, если вас интересует эта личность. Ну и, естественно, дам ссылку на оригинал того анализа, на который я сегодня буду опираться. О чем он нам говорит? Во-первых, он приводит фактический материал, связанный с этой мирной конференцией. Да, я в кавычки беру это. О мире там речь не шла совершенно. Во-первых, контекст какой. На фоне Большой Семерки, сама Большая Семерка с рекордной непопулярностью. Непопулярность самой мирной конференции далеко. Не все страны приехали, не все страны удалось собрать из тех, которые предполагалось. С самого начала было понятно, что это безрезультатно. Но об этом мы с вами прекрасно знаем, поскольку без России, без главного игрока, о чем там можно говорить. И достаточно подробно обсуждается формула мира, в чем же она состояла, и именно ее эволюция. Как она возникла, откуда мы ушли и к чему пришли. Вот это, на мой взгляд, интересный процесс. Его надо понимать, чтобы сразу понять, что Бергеншток — это полный провал. Смотрите, так называемая формула мира Зеленского появилась в сентябре 2022 года, и она включала в себя 5 пунктов. Затем она переродилась в более известную и цитируемую формулу мира уже из 10 пунктов, которая впервые прозвучала на Большой Двадцатке в ноябре, опять же, 2022 года. К ней неоднократно возвращались в рамках разных саммитов в 2023 году и последний раз в январе 2024 года в Давосе. Теперь же в Бергенштоке от этих 10 пунктов осталось всего 3 пункта. И мы сейчас с вами поймем, откуда такая эволюция. 5, 10, 3. Ну и вообще-то формула мира, так называемая, из 10 пунктов, самая популярная ее версия, она родилась из идеи о полной и сокрушительной победе Украины над Россией. Такие амбиции у Запада и Украины были в 2022 году. Напомню, что на лето 2022 года украинская армия насчитывала миллион человек, и огромные силы были готовы быть брошены на Донбасс. И, как говорит нам Шахбо, то есть по сведениям натовского чиновника, эта операция готовилась еще в марте 2021 года, то есть до начала СВО. В 2022-м Зеленский и коллективный Запад, естественно, который его к этому подталкивал, были уверены в сокрушительной победе Украины. Ставка была не только на самоотверженность украинских бойцов, но и на санкции, но и на военно-техническую помощь Запада Украине. И, конечно, ставка была на то, что Россия быстро рухнет и окажется неподготовленной ко всем этим событиям. Эту идею о всеобъемлющей и сокрушительной победе Украины лелеяли и голубили вплоть до пресловутого контрнаступления украинского летом 2023 года. Ну и после этого наступления все от этой идеи отказались. Стало ясно, что никакой сокрушительной победы Украины не будет. А на это наступление действительно возлагались надежды, что Украина все полностью отобьет и Россия полностью капитулирует. Вот это практически было прописано в десяти пунктах так называемой формулы мира. Теперь на сегодняшний день осталось всего три пункта. Это связано, конечно же, с тем, что обстановка изменилась. Как на линии фронта, так и экономические реалии показали новые стороны, не предвиденные на момент 2022 года. Поэтому все-таки формулу мира адаптировали, вычеркнули из нее большинство пунктов, в том числе и территориальную целостность Украины. То есть в последней версии даже вывода российских войск в территории Украины не было. Это говорит о том, что уже весь Запад понимает, что Зеленскому не стоит об этом даже и мечтать. Осталось всего три пункта. Радиологическая и ядерная безопасность. Второе – продовольственная безопасность. И третье – освобождение пленных. В том числе и детей, якобы депортированных с Украины. Но даже эти три пункта несчастные, оставшиеся, если их по пристрине рассмотреть, то по всем трем окажется, что особо к России и претензий не за что предъявлять. То, что касается Запорожской АЭС, безопасность на ней стояла под угрозой именно из-за обстрелов украинской армии. В октябре 1923 года с украинской стороны генерал Буданов сам признал, что проблемы на Запорожской АЭС – это результат обстрелов в СССР. То же самое по зерновой сделке – продовольственная безопасность. Очень был растиражирован тезис о том, что Россия якобы хочет весь мир заморить голодом, не дает украинским судам пройти через Черное море. Но потом выяснилось, что проблема с украинской стороны. Боясь высадки российских войск в Одессе, они заминировали прибрежные зоны и таким образом суда не могли проходить. С украинской стороны Арахамия заявил, что украинская армия не будет разминировать эти территории. И наконец, что касается этих якобы депортированных детей, тоже с западной стороны американский журналист провел расследование по поводу этих якобы депортированных детей, которых вывезли с Украины, за что Путину предстоит предстать перед международным судом в ГААГе. Ну так вот, выяснилось, что детей просто перевезли в безопасные области, находились они в прекрасных условиях и вывезены были по согласию родителей. Конечно же, заодно шаг будет и сравнение с тем, что сейчас происходит в ГАЗе, где огромное количество тысяч детей просто умирают от взрывов, от прямого огня, от голода и болезней, в связи с тех боевых действий, которые ведет Израиль. И, конечно, это совершенно несопоставимо с тем, что происходило с украинскими детьми, о которых было так много шума и угроз предстать перед международным судом в ГААГе. То есть получается, что по трём оставшимся пунктам из формулы мира, по всем трём претензии скорее к Украине, чем к России. Как это ни парадоксально. Запад это прекрасно понимает, тогда напрашивается вопрос, зачем вообще проводили эту мирную конференцию, если всё к такому абсурду сводится. Цели этой конференции были двойная цель. Во-первых, легитимизировать Зеленского, поскольку он уже свой срок отбыл, это уже он не избранный президент, невозможно с ним подписывать, что бы то ни было. Насчёт его легитимности огромный вопрос. Даже если сейчас подписать мир, то любой другой может прийти через некоторое время и сказать, что, извините, это всё не имеет никакой юридической силы. У Зеленского такая ситуация, как внутри страны его популярность резко падает, его многие уже не признают так, и во внешнем мире тоже непонятно, что это теперь за личность, какое право на что она имеет. Вообще весь украинский вопрос, не только личность Зеленского потерял актуальность, потерял популярность, если так можно высказаться. Для США украинский проект уже признан давно провалившимся, и о нём не хотят говорить. Его задвигают, в общем-то, в дальний угол, особенно в преддверии американских выборов, не хотят говорить на эту тему, в общем-то, провальный проект. Ну а здесь вроде как мирная конференция, можно в каком-то хоть позитивном тоне поговорить об этом украинском вопросе, потому что во всех других контекстах там как-то уж слишком бесперспективно всё для Украины. Ну и для этого мы подходим ко второй причине созыва этой якобы мирной конференции. Вторая причина состояла в том, чтобы, опять же, собрать общественное мнение мира разных стран вокруг украинского вопроса и перетянуть как можно больше стран на сторону Украины. Это была вторая цель данной конференции. Но о мире, о каких-то мирных переговорах там даже не говорили и не заикались. О чём ещё не говорили, и это тоже очень важный пункт, о том, что параллельно этой конференции Путин тоже сделал предложение по мирному урегулированию конфликта, по условиям начала переговоров между Украиной и Россией. Да, конечно, он тоже так с юморком сказал, что сначала разрешите себе вести переговоры, потому что, как известно, декретом 2022 года Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией, пока у власти Путин. Ну и опять же, я напомню, что этот декрет был издан в каком контексте? В мечтах 2022 года о полной и сокрушительной победе Украины над Россией. Тогда, а сегодня уже пора отменять, но никак не созреем. Всё ещё в этих иллюзиях некоторые люди пребывают. Но не только иллюзии здесь имеют значение. Самое главное, нет желания вести эти переговоры. То есть о мире не говорилось вообще как о таковом, о каких-то переговорах, о какой-то дипломатии. И вообще никакой реакции на предложение Путина не было. Но, кстати, Жакбой это называет не предложением, а условиями со стороны России. То есть он жёсткую такую оценку даёт этому. Это предложение Путина совершенно не обсуждалось на конференции. Конечно, в кулуарах об этом говорили, но официально нет. Более того, вместо того, чтобы как раз это обсудить, начали подливать ещё масло в огонь и пошли разговоры о деклонизации России, расчленении её на составные части, на отдельные регионы и так далее. Начал это президент Польши Дуда, затем подхватила эстонская премьера Кая Калас. В общем, всё это показывает то, что мирной цели нет как таковой. Цель не в том, чтобы решить украинский конфликт, а в том, чтобы нагадить Россию. Вот в чём цель. И вот этими заявлениями это подчёркивается. Цель-то не помочь украине, цель России как можно хуже сделать. А вообще нам Жакбо напоминает, что было уже три попытки мирных переговоров между Украиной и Россией. Первая из них буквально сразу после начала СВО. Вторая – стамбульские переговоры в марте 2022 года. И, наконец, третья попытка в августе 2022, когда Эрдоган попытался организовать встречу России и Украины. Но всякий раз во всех этих трёх сценариях Запад не давал Украине идти дальше. Вынуждал её отозвать все свои соглашения, намерения и так далее. И воевать дальше. В частности, во второй и третьей попытке именно Борис Джонсон из Великобритании был вот таким послом мира, который предотвратил любые попытки вообще хоть как-то заговорить о дипломатическом решении этого вопроса. В итоге что? Именно поэтому Украину мало кто поддерживает, потому что остальной мир видит, что это бесперспективно, что в сторону мира никто не смотрит. Все хотят эскалации, я имею в виду, именно Запад. Почему к Западу не примыкают, чтобы поддержать такую бедную несчастную Украину, на которую напали? Ну, потому что там мира никто не хочет. Запад предпочитает сохранить свою риторику, сохранить свои иллюзии, ещё говорить о каком-то мнимом контрнаступлении 2025 года, в который никто не верит. И это только укрепляет позиции России, только укрепляет. Это укрепляет уверенность русского народа в том, что то, что говорит российский президент, это реальность. Вот мы видим с этими планами по деколонизации России, россияне просто видят, что цель не мира достичь, а цель нагадить Россию, расчленить её и так далее. Ведь даже международные конференции проходят на эту тему, где нашу страну пытаются разрезать на маленькие кусочки и просто-напросто уничтожить как-то как бы. И вот, не стесняясь, именно об этом шла речь во время этой так называемой мирной конференции. Ну, одно название мирное, да? Ну, а Россия и российское общественное мнение, тем самым, как я уже сказала, только укрепляется. Чем больше Запад даёт оружие Украине, тем больше Россия тоже укрепляется, соответственно, в военно-стратегическом плане, в экономическом тоже. И в этой динамике победа может быть только на стороне России. Так считает Шахбол. Теперь вернёмся к предложению Путина. Вот здесь, на мой взгляд, самый интересный момент. Именно упущенная возможность Запада, которая была реальностью, в общем-то. Что предложил Путин далее? Он предложил начать переговоры, отталкиваясь от реальной ситуации, которая сложилась. И он предложил принять территориальные уступки Украине, а именно отказаться от новых регионов, присоединённых к России. То есть ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. Причём он говорил не об актуальной линии фронта, а именно о географических границах этих областей, таких, какими они были в составе Украины. То есть он захотел даже немного больше, чем реальность сегодняшнего дня. Как говорится, проси заранее немного больше, чтобы было куда отступить. Я думаю, из этих соображений. То есть это нам даёт идею о том, чем Путин готов пожертвовать, если что. Но никакой торговли не было, никаких переговоров не было, поэтому это всё было впустую, всё это было проигнорировано. И вот оно начинается, самый интересный момент. Здесь бы Западу, если действительно хотеть мирного разрешения украинского конфликта, взять и надавить на Зеленского следующим образом, чтобы он принял предложение Путина, но не по линии границ областей, а именно по актуальной линии фронта. И это возымело бы, вполне возможно, очень-очень сильный эффект на страны, как раз колеблющиеся из стран глобального юга. Почему? Во-первых, это показало бы всему миру, что Зеленский готов к переговорам. Что отталкивает остальной мир, так называемый, от Украины? Отталкивает именно то, что нет никаких попыток мирного решения конфликта. Всякий раз Украина прогибается под Запад, когда речь идет о мире. А если бы Зеленский сказал, давайте начнем переговоры, но только от линии фронта, это было бы уже другое дело. Весь мир услышал бы, Зеленский готов к переговорам. Но этого не произошло. И далее, второй эффект, который наступил бы. И это уже более важный эффект. Зеленский показал бы тем самым, что он более реалистично оценивает ситуацию, чем Путин. Что у Путина амбиции. Он хочет не только те территории, где сейчас фронт актуально пролегает, но еще и больше. Как на Западе говорят, захватническая политика и так далее. И это выглядело бы так. Путин амбициозен, он хочет больше и больше. А Зеленский реалист, он действительно предлагает нечто, что соответствует реалиям на сегодняшний день. И тогда бы, конечно же, колеблющиеся страны поддержали бы Украину в этом стремлении. Во-первых, начать переговоры. Во-вторых, начать переговоры на реалистичной базе. На более реалистичной, чем у Путина. То есть вот этот двойной эффект, он был упущен. И это была для Запада возможность именно оттолкнуть страны глобального юга от России. Но не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что совсем отвернуть от России такого бы не произошло. Но с точки зрения именно начала переговоров, я думаю, что страны глобального юга восприняли бы гораздо лучше инициативу Зеленского, вот это вот потенциально упущено, чем инициативу Путина. Всему миру было бы ясно, Зеленский желает вести переговоры. И он отталкивается действительно от реалий, а не от каких-то территориальных амбиций. Так что до такой степени Запад заигрался, что даже такие возможности упускают. Ведь цель этой якобы мирной конференции как раз была сплотить мир вокруг Украины. И вот как мы видим, просто удачной дипломатической игрой они могли бы этого достичь. Но этого не произошло. Потому что не хотели. Не хотели просто говорить о мире. То есть это в очередной раз нам показывает, что цель эскалация, цель измотать Россию, ослабить ее. Цели решить украинский конфликт нет. Нет такой цели. Что останется после этого от Украины, никого не интересует. Сейчас идет эскалация, эскалация, эскалация. Пока украинцам есть с кем воевать, воюйте до самого последнего украинца. Когда в армии вообще никого не будет, то начнут уже мобилизовывать Европу. И кто следит за моим телеграм-каналом, а я там все-таки стараюсь каждый день выкладывать посты на актуальные события. Те знают, что сейчас эскалация полным ходом. Вот в данный конкретный момент на саммите НАТО уже обещают новые поставки оружия. В том числе и срочные, в том числе и истребители Лев-16. В том числе увеличение, усиление военного присутствия США в Европе. В том числе передача эстафеты Германии и Великобритании в случае отхода США со стороны НАТО от украинской темы. То есть это все уже готовится. Сначала, так сказать, сливаем Украину, затем по очереди Европу. Миром как-то вообще не пахнет от слова совсем. И света даже в конце туннеля не видно с точки зрения какой-то дипломатии. После этого вообще смешно становится, называется, такую конференцию мирной конференцией. Но смешно я, конечно, говорю в том смысле, что если бы не было так грустно. Поэтому вот такой анализ. Надеюсь, он вам был интересен. Я на шаг его уже неоднократно ссылалась в моих видео. Приведу примеры других видео, полных в переводе, в описании под данным роликом. И, конечно, дам вам ссылочку на оригинал того анализа, которым я сегодня с вами поделилась. Как всегда, напоминаю вам про мой телеграм, где я выкладываю посты ежедневно по актуальным событиям. Напоминаю также про мой второй неполитический телеграм-канал «Сыляви моменты из жизни». Ссылочки все дам, тоже в первом закрепленном комментарии. Читайте. Выкладываю там просто интересные моменты из повседневной жизни. Тем более, что вот я недавно снова побывала во Франции. Вот. Кому интересно, жду вас среди своих подписчиков. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых скорых видео. Пока.